Судя по вашему внешнему виду, вы знаете все. Начиная от закона ОМА, заканчивая теоремой Пифагора. Наверное, да. Мы снимаем рубрику о словах, называется «На слово дня» и интересуемся, что такое органза. Может быть какая-то трава, может нет? Слышали такое слово? Да слышу, слышу. Что оно обозначает? Не могу сказать. Слышал новый раз, но... Слышал звон, да не знаю. Где он? Может какая-то реклама или какой-то товар какой-то? Как по мне, так у меня почему-то страна в голову, знаешь, выдумать новую страну. Какая-то еще одна из многих сотен, да? Растение, может, какое-то. Не знаю, овощ, да, может, или что-то такое. И второй момент. Мы еще параллельно говорим о еде, а вернее о мифах, связанных с едой. Там, допустим, говорят, что если употреблять банан, то растут волосы. Либо там, если есть морковь, то улучшается зрение. Что вы нам посоветуете? Какие, вот вы знаете, возможные мифы, а может и достоверные факты? То, что вкусно, то не полезно. Вот возьмем картоху обычную, да? Шикарную еще. Шикарную, да. Что изменится, что начинает происходить с организмом? Человек поправляется. От картошки. Сыты вы будете. Да, ну а со здоровьем? Все ли хорошо? Здорово вообще? Ну, конечно. Картошки – крахмал. Всем он полезен. Насыщение его можно использовать, но пользы в нем не так много. Если котлетка с хорошим картофелем, жареным, и еще на сале, и с лучком, вот это правильно. Животик и бочка обеспечены. Вот животик, да. Если там, к примеру, есть морковку, то зрение вроде как лучше становится. Ну, так ты тоже о банане, когда ешь банан, то волосы начинают быстрее расти. Отличная идея для лысеющих мужчин. Ну, да. Бурячок. Хороший продукт. Мне нравится. Ну, а как он влияет на здоровье? Что он делает? Полезный просто, полезный очень. Буряком можно натирать щеки. Не, ну, это уже… И наводить красоту на лице. В прошлом, да. Да, хорошо. Мы так и делали. Арбуз. Если есть арбуз, то что? Еще хлеб с ним есть, и можно мясо набрать просто. Хлеб с арбузом, да? Да. Классное сочетание. Нельзя кушать после шести, очень глупый миф. Ну, после шести не стоит кушать… Если ты спать… Не, если ты спать, ложишься восемь. Если ты спать, ложишься два часа ночи, то проблем нет, конечно. Главное – режим питания должен быть. Что кушать, сколько кушать и как часто кушать. Я ем после шести, посмотрите на меня – шикарно выглядит. Можете просто сказать в камеру – ешьте здоровые продукты и выглядите так шикарно, как я? Ешьте здоровую пищу и будете здоровыми и красивыми, как мы. Ешьте здоровые продукты и выглядите красиво, как я. Мы интересуемся значениями слов, спрашиваем, что такое органза. Помогите нам определить значение этого слова. Такой вид ткани, ну, типа на тюль похож. Вот что-то такое. Ну, не тюль, а какая-то ткань или для цветов упаковка или что-то такое. Давайте пятишку. Да. Давайте пятишку. У вас умная девушка. Я вас поздравляю. А вы что скажете на этот счет? Я полностью согласен с девушкой. Жмем вам вашу руку. Всего доброго. Органза – тонкая, жесткая прозрачная ткань, сделанная из шелка, полиэстера или вискозы, путем скручивания двух волокон. Музыка Музыка